Всем привет, ребята! И, наконец-то, вы дождались видеообзор на многоквартирный и многоэтажный дом серии КП. Данная серия очень распространенная города Москвы. Такие серии строились и продолжают строиться почти в каждом районе Москвы с 1981 года по настоящее время. Ну что, меньше слов, ближе к делу. Поехали! В доме имеются два подъезда. Домофон тут стоит Ласка Макс. Дверь тут открыта. Мы ее закрываем. Вот тут какой-то консьержи. На данный момент консьержка отсутствует. Это дверь консьержа. Это первый этаж. Имеются почтовые ящики. А также имеются три лифта. Два пассажирских и один грузопассажирский. Тут даже стенд повесили. Вы видите? Лифты новые собираются ставить. А эти старые лифты с 1989 года установкой. Они их планируют менять. Пока на данный момент они все работают. Приказ тут миненный. Мост лифтовский. Едем на 22 этаж. Что касается планировки квартир. В этом доме на каждом этаже расположено по 8 квартир. В пола фоне горят две лампочки. Третья не горит. Скорость лифта 1,4 метра в секунду. Приехали. Вот эта основная дверь идет в квартирный коридор. А это связующая дверь между лифтовым и квартирным холлом. Также там есть еще лестничная клетка. Куда ведет лестница на выход черного входа. А также есть машинное помещение на самом верху. Вид из окна. На данный момент вечер. Девятый час. Вот эта дверь, к сожалению, в квартирный тамбур закрыта. Но бывают и открытые двери. Прям настиж. На некоторых этажах. Может сейчас на каком-нибудь этаже можно найти открытые двери. Так, это уже пятнадцатый этаж. Тут тоже дверь закрыта. Поехали на седьмой этаж. Сейчас я на седьмом этаже очень интересную вещь вам покажу. Это одна из особенностей в данных сериях. Тут наш жилет остановил. Это восьмой этаж оказывается. А нам нужен именно седьмой. Ну, не выше седьмого. Ну, и к счастью, тут оказалась открытая дверь. Вот расположены квартиры. В доме был, видно, сделан косметический ремонт. Вы видите. Но вот в тамбурах, где мусоропровод между квартирным тамбуром и балконом подъездным. Тут стоят люминесцентные лампы старые. Это еще что тут? Зачем это здесь хранить? Так. И тоже закрыто. Но это не проблема. Мы можем открыть. Так. Вот он. Балкон. Мы вышли. Обзор тут шикарный. На этом балконе. В отличие от этого маленького окна в лифтовом холле. Вот тут сразу все видно. И дома, и магазины. И целая часть района Солнцево. Адрес этого дома указан в описании. Вандальные надписи тут тоже бывают, встречаются. Так. Вот тут вот лестничная клетка. Вот она лестница. Лестница тут отдельно от лифтового холла. Нужно с улицы входить в отдельную дверь, чтобы попасть на лестницу. То есть к лифтам отдельно на лестницу отдельно нужно попадать. Так. Тут дверь закрыта. Сейчас мы будем искать, где тут открытая дверь. Если попадется. Вот. Дверь открыта. Спасибо. Кто ее не запер? Надеюсь, там будет везде открыто. Ну или хотя бы мы сможем открыть. Да, тут почти в каждом тамбуре хранят различное барахло. Так как жильцы рассчитывают, что тут никакие посторонние не ходят. Но это они могут ошибаться. Так. Этот этаж косметический ремонт не сделан. Тут и светильники старые. Тут видно часть на каких-то этажах. Сделан отдельно косметический ремонт не на всех этажах. Вот шестой этаж. Вызываем. Едет грузопассажирский. Вот. К сожалению приехал пассажирский. Вы видели? А знаете хоть почему? Грузопассажирский в том-то и дело его отключили уже на замену. Это конечно печально. А так он по идее с первого по седьмой этаж он должен вызываться. С остальных этажей вызываются только пассажирские. ну хотя бы пассажирский работает. Чего-то он опять открылся. Непонятно. Этот лифт в процессе движения. это у него типа погрузка такая что он туда-сюда открывается и закрывается непонятно. так ну думаю ладно. Уважаемые зрители наш ролик подошел к концу и я уверен что всем вам понравился этот уникальный дом многоэтажный. Конечно очень жаль что грузопассажирский сарай не работает его уже на замену все отключили но зато пассажирки еще работают хотя они тоже потом уйдут на замену чтобы было чаще таких видео обзоров вы сами знаете что делать подписаться и поставить лайк тогда я буду специально для вас выпускать чаще эти ролики ну а если будет просмотров по минимуму и минимальное количество лайков все равно буду снимать обзоры но буду снимать то что считаю нужно и соответственно выкладывать в удобном для себя порядке с вами был Михаил с канала Михаил 29100 до скорых встреч всем пока до скорых